Доброго всем дня! Сегодня у нас 24 октября 2023 года. В Харькове я продолжала свой видеодневник. У нас похолодало. Уже не так, конечно же, как вчера. Вчера было так хорошо. Я вам снимала видео, так как мне перейти. Вчера, кто смотрел мой ролик, у нас было очень тепло. Плюс 18 градусов, солнышко. Ну и сейчас, конечно же, вернулась осень в свои права. Так, я вам сейчас скажу просто невероятное известие. Вчера я вам еще снимала ролик и говорила, очень холодно в квартире. И вот представьте, мы с Амираном сходили, искупались у бабушки, вернулись домой, а у нас дали отопление. Вы не представляете, как я бегала и прыгала по квартире, как сумасшедшая. Что ура! Отопление! Знаете, мы никогда не ценим то, что имеем. Вот просто такие обыденные вещи. Мы родились, и у нас было отопление, горячая вода, свет. Это все-таки привычные вещи, мы считали, что так и должно быть. Но когда, ну как бы, так и должно быть, так и должно быть, уже 21 век, да. И что это ценить, то, что и так должно быть? Но на самом деле, когда ты чего-то лишаешься, когда ты попадаешь в другие условия, потом тебе просто возвращают то, что было, ты начинаешь это ценить, получать какие-то эмоции. Знаете, со стороны это, может быть, показалось, жалко, что никто не снимал на видео. Но как будто сумасшедшая какая-то, знаете, прыгает от того, что дали отопление. Они, ну, как сказать, дали. Было еле-еле тепленькие батареи. Но я уже обрадовалась, потому что в квартире стало не так сразу же, не так сыро. А так у меня, вот, допустим, белье висит, оно вообще не сохнет уже три дня. Потом ночью я встала, потому что почувствовала, слишком холодно стало. Я встала попробовать батареи, и оказалось, что батареи-то холодные. То есть я не могу понять, как это было. Во всей видимости, они попробовали, ну, запускают отопление, попробовали, дали, и, видно, ушли домой. Утром я проснулась опять, еле-еле теплые батареи. Но все-таки топятся, отопление дали. У нас, я хочу сказать, что там, где сейчас я живу, на Москалевке, у нас котельная на три дома, если я не ошибаюсь. Ну, по-моему, на три дома, мне так Рома сказал. Маленькая такая котельная на три дореволюционных дома. Там еще есть, допустим, рядом, ряд домов, у них другая котельная. Ну, а остальные, все тут частный сектор, естественно, топят дома. Чем дома топят? Газом, наверное, да? Газовый вот этот вот, я не знаю, как это называется. Боже, напишите мне в комментариях, как это называется, чем топят в сейчас современном мире. Наверное, газом. В частном секторе. Ну, не дровами же там топят, я думаю, в любом случае сейчас. Ну, хотя, может быть, кто-то и дровами, кто-то углем. Но это, мне кажется, сейчас такие случаи нечастые. Так, что я вам еще хотела? Я встала посреди дороги, здесь снимаю видео, люди ходят, думают, что я делаю. Разговор сама с собой. Что я вам еще хотела сказать? То, что я позвонила сейчас нашей бабушке, вот у нее отопление еще не включили. Даже намека, вот если у нас еле-еле тепленькие батареи, то у нее еще даже намека нет на то, что что-то вообще включат. Ну, она говорит, что кому-то звонила, сказали, через три дня должны включить. Наверное, включат. Дай бог. Чтобы все было хорошо, я вам говорю, это непередаваемые эмоции. Это вот знаете, когда у человека грусть и депрессия, и он не знает, куда себя деть, человек, у которого есть все в этом мире, то нужно просто отнять у него все, что у него есть, а потом через некоторое время вернуть обратно, и он будет рад и счастлив прыгать до потолка, как ребенок. Ну, это я так говорю, вот эти вот, знаете, сейчас посмотришь, у человека все хорошо, а он начинает рассказывать, у меня осенняя хондра и депрессия. Да какая депрессия? Жив, здоров, тепло и сытно, уже никакой депрессии не должно быть. И когда у тебя здоровы детки, и твои близкие, это уже самое главное. Люди сами себе, по-моему, в связи с тем, в связи с хорошей жизнью придумывают депрессию. Я вообще считаю, что такое слово, как депрессия, надо отменить. Это не болезнь, это... Я бы всем вылечила депрессию на раз-два. Поместив людей в определенные условия, у них сразу же депрессию снимет как рукой, когда они вернутся к себе в прежнюю жизнь. Я иду, знаете, куда иду? Платить за коммунальные платежи. Вот. Я вчера, как заглянула в свой почтовый ящик, я ахнула. Думаю, надо хоть что-то заплатить, тем более, учитывая, что дали отопление, да, пусть еще и не сильно, но уже хорошо. Так что такая у меня... Ну, это еще не все, это я выбрала, что за последние месяцы. А там вообще пачка была вот такая. Ну, вот так вот сейчас происходит. Надо, конечно же, платить по возможности. Ну, что-то не купим другое. Мы будем на еде экономить, но заплатим за коммуналку. Я так лично считаю. Мне еще надо будет зайти, кстати, в магазин. Уйдемте, сейчас я зайду. Сегодня видео, наверное, выйдет немножко позже, потому что уже 12.20, я еще только иду. Сейчас заплачу. Я плачу на Укрпочте, я никогда не плачу. Моя мама смеется с меня, говорит, мы все платим в телефоне. Ну, в Privat24 они все платят. Ну, а я такая, знаете, человек из позапрошлого века. Я беру бумагу, плачу бумагой. Заплатила. Посмотрите, сколько чеков. Это шок. Это шок. Чтобы не сказать больше. Ну, ничего страшного. Я сейчас, конечно, немного иду ошарашена. Ну, да ладно. Это еще, кстати, не все. Это не конец. Это я все борюсь, 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 борюсь. С долгами. Надеюсь, до Нового Года. Мне очень хочется до Нового Года совсем рассчитаться. И ничего не быть никому. Знаете, как вот в Новый Год говорят, что нужно войти без долгов. Но с нашей сейчас жизнью все, конечно же, не предсказуемо вам. Так, надо что-то купить из фруктов детям. В любом случае. Апельсины 69 гривен, но 70. Виноград розовый 99. Кишмиш 71. Уже появилась хурма. Но у меня ни нора, ни амиран. Это не едят. Не знаю почему, хотя хурма полезная. 104 гривны. Лимон 58 гривен. И гранат 159,90. Такие гранатики. Симпатичная нора. Очень любит гранат. Но это дороговато. Я взяла лимончики 212 на 12 гривен. Теперь видите, что происходит? Сви пакет, Абобес пакету. И пакет у нас теперь стоит гривен на 30 обычный. Маленький. Но мы планету больше не засоряем. Поэтому, чтобы люди не покупали бездумно пакеты. 12,96. 2 лимона. Помидоры. Вот такие. 79. Черные. 129. Перец. 69. Кабачок. 42 гривны. Яблоки. Вот такие. 19,90. Семеринка. 33,80. Голден еще. И гала. 25 гривен. Я решила еще взять яблоки. Так, этот 79. Помидор. Огурец. 119. Баклажан. Такой уже поживший. 48. Картошка. 10 гривен. Очень дешевая. Лук. Лук не понимаю. А вот розовая картошка. По 15,90. Свекла. 9,50. Так, сахар. 34 гривны. Килограмм. Мне нужны макароны. Не знаю, какие взять. Такие, чтобы все кушали. Может быть, здесь какие-то есть акции на макароны. Чтобы еще такой фирмы было. Ну, вот мы Чумак часто едим. Цена сейчас вот такая. Я озвучивать не буду. Можете сами посмотреть. написано сколько грамм и какие макароны. А, даже не знаю. Что же взять? Может, такие? Или вот такие? Ну, такие возьму. амиран такие любят. Они из твердых сортов пшеницы не вредные. Так, цены на мясо. Фарши. Так, смотрите, здесь цены все за 100 грамм. Я вам сразу говорю, подумайте, что мы живем в раю. Вот это вот все, что вы видите, это цены за 100 грамм. То есть, фире куриная 160 гривен. Ножки 95. Кстати, в Никорском дешевле. А корочка ну, вот так. Я лучше тогда в Никорском куплю. А вы говорите, дорогой супермаркет. Но куриные ножки гораздо дешевле. Так, яйца 62 гривны. Не знаю, почему я в последний год вот эти вот беру Ясен Свит. Их часто разбирают, они не залеживаются. Главное проверить, чтобы все были целенькие. Ну, что яйца уже подорожали тоже, по-моему. Мне так показалось. Так, Амиран все время просит такую булочку с сыром. Это не пицца, не путайте, это просто булочка запеченная с сыром. Нора любит рулет с яблоком и рулет с вишней. Мне кажется, что он не сегодняшний, явно вчерашний. Не, такое покупать не буду. Может быть, такую булочку купить? Не знаю. Или просто хлеб куплю и все. Хлеб тоже вчерашний. Это очень плохо, очень плохо. может быть, такой взять? Ведь у нас еще есть такой сыр на луковый хлеб 28 гривен и обычный кирпичик 24 гривны. Вот он сегодняшний. Может, взять такой сыр на луковый попробовать? Ромас будет кричать, он не любит такое. Лучше обычный возьму. Не любит, когда такое луковое, чесночное, скажет, сама такое есть. Так что он такой привержен из классических вкусов. Так, все, уже бегу. Все, купила, что смогла. Друзья, не забывайте подписаться на канал, ставить лайк. Всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. помните самое главное, что все войны заканчиваются миром.